Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Смотрите-ка, интересно, вот статья, значит, первая я с эхо Москвы беру о Венесуэле, чивизме по-простому. Вот это строй я пошла, просто объяснять людям, чё и как. Ну, в общем, я, собственно говоря, этим и занимаюсь. Да, Глеб Кузнецов пишет, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ. Ну, это какой-то индустриальный институт, наверное. Так, смотрим дальше. Венесуэла была богатейшей страной Южной Америки. Собственно, богатство это сослужило ей плохую службу. Во время бурного роста нефтянки все вот инженеры, банкиры, ну, белые воротнички оказались завозными. Вот, ну, просто импортировали, денег много, да, за нефть. Вот, импортировали как предмет премиального потребления. Интересно, что Россия даже не импортировала только продукты из Китая. Ну, продукты, товары, вот так вот. А Россия не завозила иностранных специалистов совсем. Ну, не считая там каких-то отверточных заводов, да. Ну, знаете, машины там собирали какие-то совместные. Вот, собственно, идея Венесуэлы, если очистить его от шелухи, это перераспределение доходов от плохих парней, белой элиты, да, индейцам, креолам, мулатам и так далее. Ну, вот, в общем, попробовали они так сделать. Ну, собственно, как они сделали? Они взяли и национализировали все предприятия, якобы, значит, для, вот, для беднейших слоев, будут деньги и так далее. А на самом деле они себе все гребли. В этом, меня спрашивали уже, похоже Венесуэла на Россию? Да, вот в этом плане похоже. Что они просто начали разворовывать все, да. Выгнали иностранцев, разграбили или национализировали крупный бизнес, да, ну, как Ходорковского. Вот. И вот сейчас, сейчас что творится? То, что там нет туалетной бумаги, полбеды. Вода, электричество по два часа в день. Лекарств нет. Медицинской помощи нет. Вот. Миллионы беженцев. Ну, и так далее, и так далее. Вот он все это дело рассказывает. Наркотиком занимаются они. Вот, смотрите, наркотрафик, контрабанда, полученного по госзакупкам в Колумбию, и черный рынок, три кита, благосостояние, действующие элиты Венесуэлы. Наркотрафик, контрабанда и черный рынок. Нефть сегодня, топливо для тех самых госзакупок. Ну, ладно. Что из этого будет? Да неизвестно, что из этого будет. Ну, смысл такой. Знаете, как я Украину всегда с Россией сравниваю, да. Украина хоть начала, да. Вот. А Россия даже не начинает. У Украины, да, много всяких проблем. Но они начали. И вот здесь то же самое. Если будет новое правительство, они хотя бы начнут что-то делать. А если останется старый, все, опять мордой в лужу. Дальше смотрим, что у нас тут есть. Как в США помогают оппозиции сменить режим Венесуэли. Ну, тут интересно. Да, в Вашингтоне рассматриваются все варианты воздействия на правительство Мадуро. От экономических санкций до военной операции. Ну, пока до военной операции не дошло. В общем, тут обсуждают в Америке, как, каким образом. Пока пытаются другие страны, вот те, которые сомневаются, как-то колеблются, привлечь на свою сторону. Вашингтон конструктивно работает с другими странами. Это я уже читаю. Особенно с группой Лимы в составе Аргентины, Бразилии, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала и так далее. А также с рядом карибских государств. Вот, также этот чиновник отметил переговоры с Евросоюзом. Ну, какой-то чиновник с Евросоюзом, Австралией, Японией и другими государствами, которые, по его словам, уверены в незаконности правительства Мадуро. Ну, то есть, вот нового президента они поддерживают. Будут ли новые санкции? Ну, может быть, и будут. Пока там всё это не ясно, ребята. Всё не ясно. А, замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал политику США вторжением в дела Венесуэлы. Применение военной силы станет катастрофой. Ну, да, сами они уже послали это ЧВК туда. Мрак, мрак. А, тут ещё, чё у меня? А, ну вот, опять Лена Мира, да? Ой, интересно. Ну, вообще, а ТАСС? Мы, говорит, на детей собираем, на лечение, да, всем миром, да? Вот. А вот она рассказывает, есть такая организация, называется Вертолёты России. Ну, которые строят боевые машины, летают, стреляют и так далее. Бюджет фактически не ограничен. Вот. И вот, смотрите. Алла Пугачёва обратилась. Алла Борисовна Пугачёва. Значит, в адрес АО Вертолёты России поступило обращение Государственной корпорации Ростех с предложением оказать спонсорскую поддержку для организации и подготовки юбилейного проекта Аллы Пугачёвой. 40 миллионов рублей. Нормально, нормально. И что интересно, вот этим вот вертолётами, знаете, кто руководит? Господин Сердюков. Помните, да? Может, ему Пугачих понравился. Она похожа на его вот эту любовницу, на госпожу Васильеву. Ну, помните весь этот скандал, да? Нормально так. Ну, и вести с краёв России. В Магадане следователи ФСБ Константина Костенко служат за кражу 12 килограммов золотых самородков. Ничего, пельмень, да? Следователь расследовал и украл. Вот так. Пчёлково возобновил работу гипермаркет. Ну, это уже кавка, да? В котором на днях образовалось 100-метровое, 100-метровое расщельное в межэтажном перекрытии. А ничего. Как сообщили представители гипермаркета, выявлены дефекты незначительные. 100 метров расщелин. Да ну, фигня. Чё тут так. Ребята, мы где живём, да? Мы где живём, это я так вот к вам обращаюсь. Я-то живу в Америке. Пассажирский самолёт вынужден вернулся в аэропорт Шереметьево из-за невозможности убрать шасси после взлёта. Знаете, что там был? Аэробус 330, А330. Во время осмотра на земле выяснилось, что техники не сняли с опор шасси страховочные механизмы. Вот такие дела. В Новосибирске пьяный сотрудник полиции избил инвалида, который выголил свою собаку. Что самое интересное, на инвалида и завели дело за сопротивление сотруднику полиции. Вот тут ещё видео прикладывается. Нормально, он там на ногах не стоит. В Совете Федерации опровергали сообщение об отправке наёмников из ЧВК Вагнера для поддержки президента Мадуро. Франц Клинцевич. Господи, срок себе зарабатывают все вот эти Клинцевичи. Ну и огромная статья «Российская бедность довела детей до голодных обмороков». Всё подробно, всё подробно в новой газете рассказывается. И действительно, это эффект разорвавшейся бомбы. А действительно, денег не хватает. Ну вот и всё. Ну не хватает. Одни идут кушать, да, в большую перемену. А другие сидят и в обморок падают. Резко возросла стоимость питания в школьных столовых. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. И, в общем, и занимаются Венисуэлой, да. Ну ладно, у меня всё на этот час. Дальше посмотрим, что будет. Всего хорошего. Доктор Ивак с вами. Доктор Ивак с вами.